Как снизить расходы на отопление и одновременно помочь экологии? Ответ знают на одном из химкинских предприятий. Уже более пяти лет компания «Саата Тули Восток» производит и поставляет оборудование, способное получать тепло из отходов производства. Изготавливаемые здесь котельные работают на щепе, что на руку мебельным компаниям или сельхозпредприятиям, которые могут использовать остатки древесины. Но помимо заботы об окружающей среде, это позволяет экономить средства. Мы получаем щепу 300 рублей за куб. Соответственно, это можно высчитать, посчитать, и это получается очень дешево. У некоторых предприятий есть свои отходы, им их некуда девать, они платят за вывоз. Соответственно, платят деньги, чтобы у них физически эти отходы вывезли. Установив такую котельную, они сразу решают две проблемы. Они получают горячую воду, тепло и утилизируют свои отходы. Принцип работы котельной прост. Древесина подается в горелку, а на выходе преобразуется в тепло и горячую воду. «Саата Тули Восток» стала одной из тех социально ориентированных компаний, которые получили поддержку местных и областных властей. В конце мая стартовал конкурс на отбор заявок на предоставление субсидий из регионального бюджета. Компания решила модернизировать производство и подала заявку, чтобы компенсировать затраты на новое оборудование. Ознакомиться с производством в составе комиссии приехали сотрудники МКУ «Малой бизнес-химки». Предприниматели подали заявку для получения региональной субсидии на компенсацию первого платежа по договору лизинга. Довольно дальнее оборудование как раз было приобретено в составе этого договора. Наша задача выехать, проверить, что все оборудование действительно куплено, приобретено, что оно новое. Это дровокольный станок «Тайфун-380». Предназначен для получения дров. Как рассказывает Евгений Хачатурян, он заменяет работу 20 рабочих. Для обслуживания требуется лишь один сотрудник со специальными знаниями. Вот здесь происходит подача дерева. Вот здесь происходит его распиловка. А внизу происходит его раскол дилера. И здесь по транспортеру происходит уже подача. На сегодняшний день в Химках активно поддерживают малый бизнес. Такие субсидии – это еще и привлечение региональных денег в развитие округа. Финансовую помощь распределяют по нескольким направлениям. Среди них – приобретение оборудования для повышения производительности, где бизнесу компенсируют 50% от стоимости. Также это уплата первого взноса при договоре лизинга. В этом случае предпринимателям выплачивают до 70% платежа. Право на субсидию имеют предприятия, которые осуществляют свою деятельность на территории Московской области. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.